итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас пятница 8 декабря давайте посмотрим на график еврофунта и поговорим о дальнейших перспективах движения видим что евро попытался продолжить свою нисходящую коррекцию в паре с американским долларом в принципе у нас аналогичная история наблюдалась британском фунте от защищали покупателей недельные минимумы после чего у нас наблюдалась небольшая восходящая коррекция перед рядом важной фундамент фундаментальной статистики связанные с рынком труда да вышли у нас вчера отчеты по изменению объема ввп еврозон за третий квартал остался он без изменений по сравнению со вторым кварталом и продемонстрировал сокращение на целых одну десятую процента ну а годовой рост если еще наблюдался ранее на целых одна десятая то во вчерашнем отчете и вовсе ноль процентов что конечно же не добавляет оптимизма европейскому центральному банку хотя и ведутся разговоры что ставки могут быть понижены в еврозоне уже марте этого года однако по опросам многих ведущих экономических агентств все же больший акцент идет на июнь этого года ну и в целом если брать прогнозы экономистов европейского центрального банка то там и вовсе пока особо к смягчению прибегать не собираются посмотрим что будет у нас на следующей неделе после встречи европейского центрального банка и какие там будут приняты решения но об этом мы поговорим уже потом выше у нас вчера данные по числу первичных обращений запасов по безработице в сша все в рамках прогноза 220 тысяч ничего особенного не произошло и очевидно что сегодня рынок будет делать акцент на число занятых в несельскохозяйственном секторе и уже от этого будет зависеть дальнейшее направление как обстоят у нас дела на рынке облигаций речь про десятилетней конечно казначейской облигации сша где наблюдается очень стремительный рост облигаций и соответственно падение доходности и все это говорит о том что инвесторы все-таки переключают свое внимание на более мягкую позицию хоть и напрямую федеральной резервной системы об этом не сигнализирует но очевидно что до попытался павел в конце прошлой недели убедить инвесторов в том что хоть и ставки останутся без изменений на заседании в декабре но политика по-прежнему будет продолжаться ограничительной все равно инвесторы считают что уже в марте следующего года произойдет первое снижение процентных ставок и соответственно откупают довольно подешевевшие облигации что у нас и влияет на американский доллар что касается сегодняшнего дня давайте с вами сразу поговорим о фундаментальной статистике прежде всего внимание нужно обратить в первой половине дня на индекс потребительских цен германии там прогнозируется в ноябре сокращение на 0,4 и 3 2 процента годовых что также может ослабить позиции европейской валюты встречи советов министров у нас все это конечно хорошо но акцент у нас будет на уровне бездробости прогнозируется что он в сша останется без изменений 3 9 если подскочит выше уже плохо изменение числа занятых в не сельскохозяйственном секторе у нас ожидается рост на 185 тысяч до прошлого месяца тоже у нас были хорошие прогнозы но данные разочаровали 150 после 235 в сентябре и если сегодня данные опять же также разочаруют то не удивляйтесь если давление на американский доллар вернется и мы увидим в конце недели уже восходящую коррекцию по паре евро доллар и британский фунт доллар да выходит у нас индекс настроения потребителей университета мичигана там данные ожидаются более-менее неплохие ну а если рынок труда не разочарует это будет свидетельством того что федеральной резервной системе пока нет смысла торопиться с обещаниями о проведении мягкой денежной кредитной политики торопиться с обещаниями завершить текущий жесткий цикл процентных ставок и все это поможет доллару еще больше укрепить позиции в конце недели против рисковых активов ну а хорошие показатели по индексу настроения потребителей от университета мичигана конечно же будут идти только на пользу американскому доллару что касается теперь непосредственно технической картины не стала довольно близко рисовать уровни так как думаю волатильность первой половине не будет сильно высокой и акцент еще же еще раз повторюсь будет расставлен конечно на рынок труда снижение формирования ложного пробоя 0 770 такой довольно промежуточный уровень даст в первую половину я на мой взгляд хорошую точку входа в длинные позиции хотя бы на коррекцию где-то в район 20 25 пунктов к 0 790 ну конечно же ключевой целью будет 0 813 здесь буду смотреть на ложном пробой также продажи не думаю что без данных по рынку труда мы сумеем выбраться за максимумы вчерашнего дня поэтому ложный пробой 0 813 . входа в короткие позиции если никаких покупателей на 0 770 нету прорыв этого диапазона после хороших данных по рынку труда приведет к точке входа в короткие позиции и идем у нас 0 734 с перспектива 0 7 0 6 где посмотрю покупки насколько с коррекцией 25 30 пунктов длинные позиции от 0 734 определенно против медвежьего рынка лучше всего делать только при формировании ложного пробоя если ситуация у нас разворачивается сторону покупателей забираем его второй половине дня 0 813 закрепление на этом диапазоне я думаю пролетим мы хорошенько на стоп приказа к 0 838 и откроется у нас довольно интересные перспективы на 0 8 69 здесь посмотрю при первом тесте продажи на отскок движение в 25 30 пунктов ну а короткие позиции 0 8 38 0 8 13 лишь при формировании ложного пробоя касается у нас британского фунта видим от защищали мы недельные минимум в районе 25 44 есть середина канала 25 73 и на нее на я думаю покупатели будут делать определенный акцент ложный пробой здесь ложный пробой на 25 44 все это хорошие точки входа на покупку ну и быкам очевидно нужно забирать 26 0 8 чтобы покончить с этой нисходящей коррекции который у нас наблюдается с 9 29 ноября закрепление вышедшего диапазона слабые данные по рынку труда все это придет движению на 26 46 где буду продавать сразу при первом тесте на отскок с движением в 25 30 пунктов короткие позиция 26 0 8 при формировании ложного пробоя ну и если медведи забирают после данных по рынку труда 25 73 закрепление ниже этого диапазона приведет и 25 44 и даже к 25 11 где посмотрю покупки на отскок с тем же движением в 25 30 пунктов всем удачи и хороших выходных